Прохладой нежно обнимая, тот вечер как-то сблизил нас. Друг другу сердце изливаем и понимали, что сейчас нам будет трудно, неудобно касаться щекотливых тем. И вряд ли сможем мы свободно вскрывать глубины всех проблем. Мы редко виделись и знали, немного друг от друга вскользь, и потому чуть-чуть скрывали, что пережить нам довелось. Я знала, но спросить стеснялась о том, как сын ее упал, и как она с бедой справлялась, ведь сын любимый погибал. Он разучился улыбаться к наркотику, попавши в плен, стал тенью тощей из красавца, уже не пряча рваных вен. Я представляла, как ей больно, как сердце матери скорбит, и вдруг она сама невольно мне очень тихо говорит. Ты знаешь, я подозревала, что мой сынок в грязи погряз. Сначала я его ругала, ну а потом пришел тот час, когда я поняла, что поздно он не услышит моих слов. Наташа, как же это сложно, распята вся моя любовь. Он пропадал на две недели, я не спала совсем, ждала, молилась. Пусть войдет он в двери, мне без него жизнь не мила. Ну а когда он возвращался, творил такое, что опять молилась, лучше б он скитался, чем так семью свою терзать. Казалось, что уже все слезы, как будто на похоронах, уже закончились, но все же я на молитвенных руках несла его. И знаешь, вскоре я перестала все скрывать, и в церкви о нелегкой доле я вдруг осмелилась сказать. Я исповедаться спешила, копалась в прошлом, нет причин. Я даже как-то не грешила, чтобы за то страдал мой сын. Я вспомнила, кого прощала. Звонила всем, кого сама я обижала, осуждала, с кем примириться не могла. Шептала в трубку, помогите, простите, милые, прошу, вы отпустите, не держите, долиной смерти прохожу. От Бога так нужны ответы, снимите груз с моих плечей. Мне у виска, как пистолеты, стоят слова моих речей. Кого-то умоляла трижды. Бросали трубку, и тогда я к ним летела лично, лишь бы нам примириться навсегда. Да, сестричка, знаешь, все сместилось. Внутри все поднималось ввысь. Я в горе этом торопилась сменить приоритеты, жизнь. Я ночью часто выбегала и шла по улицам одна, по тем дорогам, где недавно я сына за руку вела, где ездил он на самокате и где лечил кота, как врач, где как-то вместе на закате мы всей семьей играли в мяч. Я шла, но душа терзалась. Ой, если б знала я тогда, что будет так! Не поднималась с колен, наверное, б никогда. Я шла, молилась и стонала, боль опьяняла, как вино, и я кричала. Нет, рычала. За что ты топишь так? За что? Господь, я с детства за тобою решила праведно идти. Да, было трудно мне порою детей своих к тебе вести, но я старалась. Боже, Боже, ну что я сделала не так? Была строга. Куда уж строже, в какую щель пробрался враг? С пеленок веру прививала, читала, пела, все зазря. Я даже не подозревала, что так затянется петля. В чем виновата я, что сына ты опустил в такое дно? Чем я тебе не угодила? За что ты топишь так? За что? Я в небо звездное бросала. Вопросы горькие свои. Уже замерзла, но шагала, мотая быстрые круги. И вдруг обмякла, отревела, остановилась на бетон, прям там на улице присела и поняла, что рядом он. Не перепутать это чувство. Внутри услышала «люблю, люблю тебя, и знаешь, грустно, что для тебя его топлю. Топлю, чтоб ты, нырнув за сыном, сама увидела, где ты, чтоб в омуте невыносимом оторвалась от суеты. Хочу, чтоб вынырнула резче из глубины беспечных дней, чтобы ко мне бежало легче, чтоб стало сердцем горячей. Я для тебя вошел в привычку. На первом месте дом и быт, и в церковь, как на перекличку, бежала ты. Но я забыт. Слова заучены, банальны. Реальным быть я перестал. Молитвы стали номинальные, но мне не нужен ритуал. О, мои дети, лишь со мною ваш дух не поддается мгле, и потому своей рукою я направляю вас к себе. Да, я хотел бы, чтоб без горя вы приближались все ко мне, пусть и с вопросами, и споря, но что вас держит вдалеке? Вы на Израиль так похожи, когда вам плохо, тяжело. Кричите в небо дни и ночи. Приду, спасу, но все равно. Проходит время и в комфорте, вы б тяжесть прежних дней забыв, уже опять на эшафоте, опять не слышите призыв. Вновь утопаете во мраке, забыв, что радость лишь во мне, вновь подвергаетесь атаке и истязаниям извне. А враг не спит, он роет ямы, порабощая свой улов. Я допускаю эти драмы, чтоб вас вернуть под свой покров. Я сразу как-то отрезвилась, а сердце вдруг окутал мир. Я там же в трепете склонилась, дух поднимая из руин. С тех пор ты веришь, нет тревоги, легко прощаю и люблю. Нет тех сомнений, суматохи, я с Богом чаще говорю. Ты знаешь, я молюсь иначе, могу часами просто петь. И нет теперь важней задачи гореть для Бога, а не тлеть. Я распрощалась с тяжким грузом, я все доверила Христу. И за всю жизнь мою с Иисусом впервые так за Ним бегу. Теперь все думаю, а если не прижимала б так беда, мы с мужем так и тлели б вместе и не познали б никогда. Какое счастье скрыться в Боге, и в нем укрыться от невзгод. А сын мой, сын решил в итоге, что нужен в жизни поворот. И вот в репцентре три недели, я знаю, Бог его ведет, он не закроет свои двери, он не погубит, он спасет. Я, слушая ее, ревела, и после разговора с ней я по-другому посмотрела на жизнь и на своих детей. Теперь молюсь, чтоб Бог дал милость иметь такую близость с Ним, чтобы тонуть не приходилось ни мне, ни ближним, ни родным, чтоб Бог, срывая наши маски, для нас умножил благодать, чтоб нам не ждать подобной встряски, а до нее к нему бежать.